И поздравляю вас, девушки, с наступлением осени. Я только что просто свеженькая, то есть под дождиком. Не в четверг, правда, а в среду. Но просто осенняя погода сегодня у нас в средней полосе. Накрыло, но мы не расстраиваемся. У нас сегодня позитивное настроение. И мы сегодня будем с вами рисовать такую мимимишность, вы просто себе не представляете. Я для вас приготовила картиночки. Сегодня будем рисовать не абстракцию, не какую-то там со слайдерами или простые дизайны. Нет, сегодня будут достаточно сложные дизайны, но повторимые. И если у вас есть желание, я думаю, что вы сможете тоже внедрить в работу и либо взять какие-то элементы, либо взять просто идею, потому что идеи прикольные, на мой взгляд. Я думаю, на вас будет тоже, надеюсь на это. И давайте уже начинать, потому что там у нас есть над чем сегодня потрудиться. Добрый день! Так, чем сегодня будем работать? Работать сегодня мы будем с вами коллекцией SoFullMorning. Вообще, да, на первый взгляд это такая достаточно весенняя цветовая гамма, но это только на первой. На самом деле она абсолютно универсальная на мой вкус. И знаете, вот раньше, когда-то давно у нас была такая коллекция, называлась Пастель Звенит. И вот как раз с нее очень классно, я думаю, что вот эти цвета пошли, потому что они очень-очень-очень ходовые. Вы их можете и осенью, и весной, и когда угодно. Смотрите, сегодня фокус не скачет, мне кажется. Боже, да сегодня просто праздничный день какой-то. Так, что сегодня будем делать? Сегодня я еще сделала две заготовочки. И будем рисовать очень прикольного медвежонка, который вам передает осенний привет. И также будет у нас осеннее письмо. Все это будет в таком очень акварельном стиле. И также сегодня поработаем и акварелькой. Немножко прям классической акварелькой, художественной. Я очень люблю этот материал. Вы знаете, если смотрите, следите за эфирами, то сейчас часто его использую, часто применяю. Потому что очень быстро, очень прикольно получается. И глядя, например, на девочек из клуба Эми Арт, мы там ей работаем постоянно, получается сразу же даже у новичков. Поэтому я тоже вам решила показать. На фон я использовала вот такой вот нейлдресс. Вот здесь сделала его наискосочек немножко. И он мне тоже будет помогать. Итак, для акварельки очень классно использовать белую подложку. Ее я сделаю из эмпасты. Вот здесь, смотрите, у меня уже есть одна веточка. И, в принципе, я могу сделать еще одну. Ой, кстати, здесь я, наверное, порисую просто гейлаками. А здесь вот у меня будет находиться письмо. Письмо. Может быть, оно от Мишки. А может быть, от кого-то. Какого-то очень дорогого человека. Я намечу, где оно у меня будет располагаться. Оно у меня будет примерно вот здесь. Здесь вообще не надо стараться. Вы просто намечаете. Просто смотрите, где у вас оно может вообще быть. Да, допустим, оно пойдет у меня вот так вот наискосочек. И будет вот в этой области. А отсюда у меня там будет, например, веточка еще одна спускаться. Да, это просто разметка. Сушим. Здесь я сделала подмалевок заранее. Сделала подмалевок заранее. И здесь буду перекрыла мантовым топом тоже заранее. Чтобы не тратить на это время в эфире. И чтобы сразу начать рисовать. Смотрите, подмалевок у меня здесь голова, ушки, шарфик. Да, будет здесь вот по горлышку. Здесь будет такая курточка небольшая. И отсюда торчит попка и ножка. Я беру голубой оттенок, который у меня 416. И разукрашиваю им. Буду разукрашивать им курточку, чтобы придать цвет. Если растаптывать гей-лаки, не жирно покрывать, то они очень похожи тоже на акварельные краски. где-то можно посильнее цветом сделать. Блин, прикиньте, девчонки, сегодня не скачет фокус. Я в шоке просто. Я сейчас приготовилась морально, что я опять буду отвечать на этот вопрос. Анна, что вы сделаете, когда вы почините фокус? Что вы что-нибудь сделаете уже со своим фокусом на камере? А он не скачет? Я ничего не меняла. Вы представляете? Вот он внезапно стал скакать и внезапно перестал скакать. Господи, я сегодня просто отпраздную этот день. Просто вы не представляете, какая у меня радость сейчас, девчонки. Я так устала отвечать на этот вопрос, потому что я вообще не знала, что с этим сделать и что с этим вообще делают, в принципе. Так, сушим нишу. Так, мы берем с вами сейчас вельвет топ гель и мы будем сейчас делать тень. Капельку вельвет топ геля, капельку импасты. Работаю кисточкой и казаем ноль. Потому что мне сейчас не нужны прям тонкие-тонкие линии. Я разукрашиваю. Вы, если тоненькую кисточку возьмете, вы будете с ней очень долго чирикаться. А здесь прямо мы сейчас быстренько и все сделаем. Значит, что я делаю? Я вокруг письма приглушаю фон. Здесь у меня будет письмо, письмецо в конверте. И здесь я приглушаю фон, задний план, чтобы оно у меня больше выделялось, потому что у меня слайдер достаточно рябой. Видите? И если я буду... Закройте дверь, пожалуйста. Если я буду рисовать сразу, то меня будет перебивать. Поэтому я вот таким полупрозрачным оттенком оттеняю фон. Сразу же можно так же нам выделить вот этот вот уголочек. Можно это сделать жирно. Тоже можно. Сушим. Так, здесь что мы делаем? Здесь мы дальше продолжаем разукрашивать. Мы возьмем с вами персиковый 410 и разукрасим мишу. Разукрасим мишку. Пока разукрашиваем его без каких-либо теней. Просто... Просто так вот однотонным. Пускай там, может быть, какие-то тени и создаются сами собой. Да, немножечко. Это нам никак не помешает, наоборот, даже поможет. Лапку здесь поняли, да, что я вот тут вот поверх прошлась, а кружочек пока оставила. И тут так же. Поверху прошлась уж как уже, кружочек оставила. Так, что здесь делаем? Здесь мы сейчас с вами вот тут вот немножко усилим еще тень. вот у этого уголочка уголочка еще больше тень усилим. Можно сверху тоже еще подусилить. Понятно, да, для чего я это делаю? Для того, чтобы у меня письмо потом не сливалось с фоном. Все, еще посушим. Продолжаем разукрашивать медвежа. Медвежа. Берем розовый. Розовый у нас 415. И 415. Разукрашиваем кружочек на лапке. Кружочки в ушках разукрашиваем. Можно так же сразу щечки разукрасить. Сделать розовенькими щечки. Так, и можно сразу же разукрасить шарфик. Вот у нас курточка голубенькая, а шарфик у нас будет желтенький с зеленым и с бирюзовым. Поэтому мы сейчас с желтеньким сразу пройдемся. Он потому что у нас светлый достаточно цвет и не будет мешать ни бирюзовому, ни зеленому. Они из одной оперы. Поэтому можно прямо сразу желтым все разукрасить, посушить и потом уже бирюзовый и зеленый мы добавим. Так, здесь что мы делаем? Здесь мы возьмем, например, вот такой персиковый оттенок 410-й и нарисуем и веточку еще одну дополнительную. Он у нас светленький и ляжет. Здесь хорошо как дополнительную. Только нужно аккуратненько доставать ниточки из него. Теперь перейдем, например, на розовый. Сделаем розовый листик. Получится у нас веточка такая немножко радужная. И посушим. Поматываем утоку. Я вообще лучше люблю рисовать, потому что по нему хорошо не растекается ничего. Так. Дальше берем зелененький и рисуем такие полосочки зелененькие. через достаточно широкие расстояния и также бирюзовую между ними вставим. Сушим. Так, здесь. Здесь мне хочется, чтобы вот эта вот веточка немножечко вот сюда загибалась. Да, она у нас пошла вот сюда. А я хочу, чтобы вот эта вот штучка вот сюда немножко продлилась. Я беру сиреневый 411. и прорисовываю, куда мне хочется, чтобы она загибалась. Голубенький беру. 416. Пусть она у меня будет такая вот вся с разными оттенками пастелью. Так. И вот еще один маленький листик вставим. И, наверное, еще один сиреневый вот сюда, чтобы все это дело соединить между самцами. Вот такая мне радужная веточка получилась. Сушу ее. Добрый вечер. Это гель-лак цветной или эс-бейс цветной новый? Нет, эс-бейс вы явно не нарисуете, потому что эс-бейс – это база. Она густая, да, для того, чтобы нам моделирование сделать. А это цветные гель-лаки. Это мы сегодня взяли вот такую коллекцию со Full Money. Дальше. Вот здесь. Мы, в принципе, в подмалевке с медвежонком можем сейчас закончить. Но можем чуть-чуть еще похулиганить и усложнить немножко наш подмалевочек, чтобы сделать вот таким немножко более радужным. Я вот бирюзовеньким возьму и вот так еще мазну на курточке. Да? Можно еще даже и сирененьким мазнуть на курточке где-то. Знаете, чтобы он был такой прям вот акварельненький, такой прям хорошенький. и желтеньким кое-где еще вот ему тоже поставлю такие блики. Они очень близкие цвета, очень классно между собой все сочетаются, поэтому в принципе у вас получится подмалевочек очень хороший. Почему звук тихо? Не знаю, девочки. Я пересматриваю эфиры. Вот с фокусом была проблема. Это да, со звуком проблемы не было. Может быть, вам, Марина, кажется, смотрите, я иногда разговариваю в телефон, как сейчас, а иногда я отворачиваюсь сушить типсу и что-то там договариваю. Поэтому может вам казаться, что звук плавает. На самом деле я иногда верчу головой, поэтому иногда я говорю прямо вот в телефон, вот сейчас прям вот практически кричу в него. А иногда в сторону, когда поворачиваюсь, звук немножко уходит. Звук прекрасно слышно. Спасибо, Аня, большое. То есть, знаете, ой, девочки, с этим фокусом вы просто не представляете, что это был за вынос мозга. И то, что сейчас он не плавает у меня в эфире, я не знаю, я готова уже, знаете, сейчас типс оставить и скакать по кабинету просто, потому что меня это очень сильно беспокоило, скажем так. это, знаете, самое безобидное слово, которое есть в моем арсенале, которое я могу подобрать. Потому что это случилось внезапно, всегда были классные, четкие, крутые эфиры, и вдруг в один прекрасный день, знаете, как будто, не знаю, там, развернулись все планеты просто ко мне одним местом, пятой точкой, и стал скакать фокус, ничего не меняло, ни в настройках, нигде. И меня это просто убивало, потому что я понимала, что это крайне неудобно, конечно же, смотреть. Так, а сейчас, знаете, звук, это уже вообще вторично, капнет фокус не скачет, это уже просто, просто праздник. я уже откладывала на новый телефон, думаю, может мне телефон надо поменять, еще чего-то, но у меня только на этой площадке скакал фокус, у меня больше на других площадках фокус не скакал, и в администрацию контакта, там, обращаясь за помощью в тех отделах, куда только не обращались, никто мне ничего не мог сказать. Все говорили, это из-за перчаток, но это не из-за перчаток, вот я сейчас тоже в черных перчатках, я всегда веду в черных перчатках, например, эфиры, да, и никогда такой чехарды не случалось. Так, ура, ну наконец-то, господи. Так, берем акварельку, берем акварельку, и берем, смотрите, как я делаю, я беру от шермикона вот такую вот слюдушку, и туда обычно кладу просто чистый безворсовый салфеточку безворсную. Да, это только присоединилось, типс, где с конвертом рисовали. У меня еще шуршание какое-то, и бульканье. Марина, это у меня собака в кабинете спит, поэтому она храпит и иногда похрюкивает. Это французский бульдог. Это так, он вам передает привет. Зависает интернет, девчонки, перезапускайте. Так, смотрите, значит, здесь рисовала конвертик от руки, пока наметила только тени, и где он будет. Здесь у меня был слайдер, а вот веточки от руки дорисовала. Мишку полностью ручная роспись сейчас. Улечка, привет! Так, конверт. Конверт у нас будет необычный, девчонки. Он будет у нас с вами объемный. Я его буду делать текстурной пастой. Так, берем. Это вообще наикрутейший материал. Я просто от него тащусь, просто не знаю, там все, что угодно, любые слова применимы. Он как материал, как масляные краски. И он дает вам вот такой фактурный эффект. Высыхает за две минутки. И у нас это письмо будет с вами объемное, как будто бы это 5D наклейка. разукрашиваю уголочек. Вот письмецо прям нарисовать, вообще потренироваться, если вы картинки никогда не рисовали, самое то. сгребаю весь материал на кончик. Видите, чтобы был такой барельефный немножечко рисунок. теперь беру и самое основное кладу вниз. Вот основной материал накладываю вниз. Он легко накладывается без особых усилий. Накладываю вниз. с кисточки почти все убираю. Перекидываю ее от себя и потихонечку передвигаю к уголочку, чтобы образовалась небольшая тень. получается вот такой конвертик с тенью сразу же. Можно прямо от этого места, от этого уголочка провести по прямой еще разочек, продублировать, аккуратный был краешек. И здесь тоже. Все, формируем вот здесь вот красивый уголочек четенький. и получился вот такой конвертик. Сушим. Так, все, с текстурной пастой сегодня закончили. Дальше мы будем просто разукрашивать, как разукрашку этот конверт. Он у нас тоже будет радужный, такой пастельный, красивый, как будто его медвежонок принес. так, для акварели что мы берем с вами? Мы берем с вами вот такую кисть КМ3 и обычную воду. Значит, здесь мне нужно, чтобы у меня палитра потом была, и я могла ее, например, промыть, да, ватный диск сэкономить, сплошная экономия. Берем коричневый, белый диск там внутри, белая безворсовая салфетка нужна для того, чтобы вы видели, какой у вас оттенок получается. Сильно прокрашенный или слабо прокрашенный, ну и вообще какой цвет вам нужен. И начинаем рисовать. Помадовые поверхности у нас акварель совершенно прекрасно рисует. намечаем, где у нас голова, где у нас будет у него мордочка, намечаем сразу же допустим шовики какие-то, вот эта кисточка км3 у нее очень и очень тоненькое окончание. Волосочек, прям вот на который она заканчивается, он супер-супер тоненький, очень клевый. Им можно рисовать прямо самые-самые тоненькие линию. обводку тоненькую делать. Наметили. сполоснули сполоснули кисточку. Да, смотрится очень объемно и классно. Сполоснули кисточку и прямо чистой кисточкой влажной немножко все это размываем, чтобы у нас не было четкого контура, была такая дымочка. Сразу можно наметить, где у нас примерно глазки будут тоже. Чуть-чуть подразмыли, чтобы у нас была такая вот живописная дымка. При этом, видите, как бы контур у меня особо никуда не делся. Теперь берем черный. Но черный надо взять по-хитрому, девчонки. Надо взять, чтобы он был вот такой вот как раз непрокрашенный, прям практически сухая кисть. И тоже последним волосочком у кисточки мы начинаем рисовать. обводим обводим шарфик. дрожащей рукой это делать. Да, смотрится вообще классно. И я вам хочу сказать, что мы вот сейчас смотрим по девчонкам, кто у нас занимается в клубе, что эта техника, она просто шикарна для мастеров. Даже новички очень хорошо с ней справляются и получается очень хорошо. Только у нас она там еще более усовершенствованная. У нас там есть задание прям такое называется повтори поэтапно. Поэтапно раскладываем. Так, что можем делать? он вообще няшный такой клей получается. Если нам нужно чуть почернее, то мы берем и почти без воды делаем акварель такой густой. Теперь она у нас рисует не дымкой, а четко. Видите? То есть чем там больше пигмента у нас находится, тем тем четче. Чем тем четче. Так, рисуем босочку, улыбочку, глазинки глазинки теперь берем почти сухой кисточкой где-то усиливаем тени шарф прорисовываем полосочку дымкой тоже можем еще тень такую сделать где-то подразмыть немножко если получилось четко здесь можем тоже подразмыть побольше таких милашек выкладывайте хорошо я тоже вы знаете думаю все вам например показываешь чего-нибудь кто-то пишет да красиво там но вообще неповторимо как нам такое повторить сидишь и думаешь попроще что-то показать что все повторили или вот что-нибудь такое интересненькое поэтому все заявки мы всегда тоже стараемся обрабатывать и корректировать тема чтобы вам было интересно чтобы вам было актуально тут знаете можно конечно забубеник такое что все скажет блин и чего нам теперь делать с этими знаниями как жить с этим дальше так ну что вот примерно такое все у нас получается сейчас мы здесь тоже наметим полосочки и наверное ушки надо потому что ушки у нас что-то попропали еще подчеркну так я думаю знаете девчонок еще нужно чтобы они же у нас были вместе да как типсиком ну как бы а компаньона чтобы было в тему надо наверно какие-то письмена там сзади да допустим сымитировать какие-то надписи ну просто знаете такими дрожжал очками написать можно что-то конкретное написать можно так просто потыкать и ну коучку ну что было у нас примерно не до как то вместе сочетались взять тут главное помнить что свет на нас на темном а темная на светлому если вам хочется выделить что это надо посмотреть если это что-то светлое значит затем может быть темно чтобы выделялась вот так они уже немножко более сочетаются близко друг другу фон самого типса какой номер гейлака чайки я скажу я боюсь что у вас такого уже может быть не быть это 259 серый айсберг у меня уже вот прям последние капелюхи это достаточно древний у нас оттенок был но я думаю что что-то что-то есть на замену похоже но надо просто посмотреть то есть он должен быть не очень светлый да но и не супер темный такой средний я очень люблю этот оттенок я прямо сейчас вообще плачу что он у меня закончился потому что он вот как раз под все рисунки классно подходит он их не перебивает и такой очень нейтральный оттенок у вас не все это у нас остается пока сушиться остается сушиться а мы доделаем пока письмецом акварельку мы тоже откладываем так письмецом что делаем с ним мы берем опять цвета здравствуйте надежда и софу молнин и мы просто начинаем разукрашивать ими допустим где-то вот розовенький возьмем где-то допустим голубенький он сейчас у нас с розовым перемешается и вот сиреневый где-то голубенький в основном можно взять три основных оттенка например желтый голубой и розовый потому что желтый сейчас вот с голубым где-то перемешается даст немного зеленый оттенок а если он попадет где-то на розовый даст персик можно и взять готовые какие-то сильно тут большую тень не надо делать чтобы не разделялась сильно письмо я думаю что достаточно мы такое видите сочетание с мишкой будет как будто его мишка принес у нас такая нежненькая осень сегодня галина здравствуйте сушим гель-лаки в лампе а перекрываем мы тоже вельветтуб гелем медвежонка акварель надо очень хорошо просушивать если вода останется не высохшая то восток весь со временем сойдет то есть надо акварельку хорошо сушить поэтому прям большие площади надо аккуратно и покрывать но мы видите мы сейчас разукрасили все гель-лаками акварелька сделали только контуры и немножко оттянили как будто в воздухе да а я же еще делала недавно кленовый листик сейчас я вам покажу той же техники что и конверт этот эфир он у нас в контакте на стене еще на ютубе выставлен смотрите какая приколюха получилась вот они они тоже барельефные получились с пастой точно так же как конверт только я рисовала листики кленовые очень красивые кайфовые они прям затем не цепляются но они смотрятся как будто лепка сделана багет ну барельефная вот и и можно там и в качестве какого-то дополнения градиенту просто делать и как будто они вот прикреплены как наклейки знаете как 5d наклейки под 5 днл кусты но они прям вот намертво там сидят потому что это другой материал это не наклейка вы все-таки это от руки рисуете вот что еще здесь можно можно легонечко прям тихонечко подписать на там письмецу можно не подписывать в принципе нормально она смотрится даже и в таком виде давайте немножко тут напишем что-нибудь ну написать это понятно условно это вот импасты черный так вот чуть-чуть что-то понатыкать типа но будут там с адресатом здесь с адресатом можно там и какую-то марочку изобразить но это уж если вам прям хочется там заморочиться и можно сделать контраст можно сделать вот это все матом оставить а письмо глянцем перекрыть напустим текласом тихонечко промазать а можно его тоже сделать матовым так что здесь есть мы прикрыли до мишку сейчас мишка чуть-чуть посохнет и мы ему блики расставил потому что он сейчас немножко у нас такой весь одинаковый по цвету для бликов я возьму импасту кисть линеарную 50 такая 50 импасты очень круто ставить блики потому что они ставятся поверх пасты у нас материал без остаточной липкости который уже не надо не протирать не стирать ничего а что я делаю во первых я на носике ставлю маленький такой бличок на глазках тоже ставлю маленькие такие вот блики чтобы у нас мишка засмотрел куда-то и вот здесь не надо прям можно и линиями конечно но вот тут подойдет если вы например с линиями плохо дружить а то вам вот этот способ хорошо зайдет вы просто берете и прям маленькими вот такими прижимными движениями точечками делайте ему маленькую шерстку этому медвежонку вот здесь вот отделяем тоже чуть-чуть прямо шалфик прошлись и он уже видите приобретает объем сейчас у нас как бы есть объемчик да но он очень небольшой а сейчас мы его до конца сделаем что у нас вообще будет объемники наш мишуська здесь тоже можно сделать такую вот шерстку небольшую на ушках прям вот такими маленькими точечками рисуем что он уже у нас такой пушистенький все равно курточки выделяем чтобы объем появился на лапке вот тут вот на руководке можно тоже тихонечко пройтись лапка тоже у нас выделяется чтобы шарфик ну шарфик по желанию можно тоже где-то чуть-чуть вот мазнуть вот обязательно вот эту ножку то есть у нас смотрите попка она вся как бы в глубине ее выделять не надо а вот ножка у нас как раз она ближе к нам поэтому мы ее должны вот так вот немножечко тоже точечками отделить вот такой вот получается не шутка лапусечка да прям лапусечка у нас сегодня такой мимимишный мимимишный эфир ну давайте у нас раз все матовое да мы уже конвертик тоже матовым доделаем чтобы конвертик у нас тоже был матовый здесь не надо заливать прямо сильно вот поставили точечку и взяли кисточку и прям вот втирающими движениями потому что гейлак в принципе не включила лампу или быстро погасла что-то присохла что-то нет вот то есть прям втирающими движениями нам нужно просто немножко закрепить у нас в принципе уже все закреплено но но чтоб нам барельеф не потерялся да чтобы вот этот барельеф не потерялся не надо заливать огромной каплей ну все так что миша готов мишу не готов письмецу тоже котуру все оно стало матовое вот такое у нас сегодня послание осеннее осеннее послание назовем это так сделали мы и слайдер сегодня был нейл дрессик вот сюда прикрепляли и дорисовывали и фактурной пастой поработали и с подмалевку поработали акварелькой короче сегодня девчонки просто всем поработали чем только можно помогла нам сегодня в этом всем пастельная коллекция прекрасная наша вот такие пастельные оттеночки очень классные подойдут как видите не только летом весной но и осень тоже может быть вот такой вот нежный радужный и полный приятных впечатлений спасибо вам большое за эфир восторге такой красоты загляденье аж залипло классно это здорово когда вы залипаете значит это прям прям зашло я рада что сегодняшний эфир такой вот я потому что не знала думала что такое да что-нибудь стильное знаете иногда такое что-то хочется ну более модное более стильное более такое для ну женственное да здесь не знаю что-то такое сегодня настроение что захотелось чего-то такого ля-ляшного да прелестный классный спасибо большое за обратную связь самое конечно для меня сегодня просто космическое то что у меня не скачет фокус это такое счастье девчонки господи что я могу снимать эфир у меня такое настроение появилось сразу что у меня прям сегодня честно шла в эфир думаю господи сейчас опять с этим фокусом опять я с ним буду воевать и прям даже это грустно становилось а тут фокус наладился все налаживается ну все просто просто все звезды сошлись все теперь хочу ввести эфир и надо дополнительный запросить эфир так что вот если у кого-то что-то будет получаться на ногтях у клиентов или просто вы будете тренироваться присылать мы все посмотрим смотрим и оцениваем как что давать вам еще какие темы может у вас какие-то идеи тоже возникнут вот если хотите глубже это все разобрать эти картиночки приходите к нам в клуб Эмиарт также мы там очень подробно разбираем у нас есть там поэтапное такое вот задание повтори поэтапно называется вот ну и кроме этого очень много всего и по фотоконтенту короче много-много-много всего а так я была очень рада видеть вас сегодня в эфире ссылочку на клуб ну сейчас я вам ее не могу прямо написать сюда не помню наизусть вы можете в комментариях писать а в комментариях у вас у нас сейчас высветится все вконтакте то что вы писали поэтому я вам скину Марину вот и и и и и и я всех люблю обнимаю и целую каждую до встречи в новых эфирах пока-пока